Радио спектакль Сквозь запыленные стекла В зал судебных заседаний Несмело проникают лучи солнца На улице пахнет раскалённым асфальтом А здесь царит запах дерева, пота и бумаги Там за окнами шум большого американского города Здесь, в переполненном людьми зале, тишина Кажется, что слышишь движение пыли, танцующей в солнечных лучах Открывается дверь Вводят обвиняемого Процесс длится уже третий день Вчера пришлось прервать заседание Второй раз не явился свидетель защиты Прокурор настаивал на том, чтобы заседание продолжать без этого свидетеля Но судья распорядился послать за ним полицейского Обвиняемый сел Он обвиняется в убийстве Он негр Его зовут Впрочем, для нас это пока не имеет значения Снова открывается дверь В зал входит судья В сопровождении прокурора И присяжных Я открываю третье судебное заседание По делу Вилли Дауда Обвиняемого в убийстве Продолжаем дальнейший опрос свидетелей Свидетель Джим Кингсли явился? Да, Ваша честь Свидетель ждет Пригласите Вы Джим Кингсли Рабочий на заправочной станции 45 лет Женатый Отец четверых детей Да, Ваша честь Вы находитесь в родстве с обвиняемым? Нет, Ваша честь Следовательно, у вас нет причин Отказываться дать суду свои показания Нет, Ваша честь Тогда, может быть, вы нам скажете Почему вы вчера не явились? Да, Ваша честь Да, Ваша честь Нет, Ваша честь Вы, кажется, усвоили судебную терминологию Лучше, чем гражданские обязанности Почему мы должны были вызывать вас через полицию? Я могу потерять работу Если я уйду на несколько часов Никто не вправе запретить вам Исполнить ваш гражданский долг, мистер Кингсли Или вам кто-нибудь угрожал? Никто, Ваша честь Хорошо Теперь вы находитесь в распоряжении Господина Защитника Итак, свидетель Кингсли Скажите нам Как это все произошло С обвиняемым Даудом? Я не знаю В тот день вы шли по улице В котором часу это было? С того времени прошло уже больше шести месяцев Но вы должны знать Я ничего не помню Мистер Кингсли Вы должны нам рассказать теперь то, что вы в свое время сообщили полиции Мистер Кингсли Вы помните? Очевидно, свидетель не хочет говорить Мистер Кингсли Вы ведь понимаете вопрос господина Защитника? Ваша честь Я не могу теперь вспомнить, что я тогда говорил полиции Да мы и не хотим знать, что вы тогда сказали Нас интересует, что вы тогда видели Итак Я точно не знаю, что я тогда видел Не хотите ли вы сказать, что тогда вы неотчетливо видели происходящее? Да, Ваша честь Но полиции вы описали все случившееся довольно точно Кого же вы обманули? Полицию или нас? Никого, Ваша честь Господин Защитник Пожалуйста, продолжайте Свидетель Кингсли Я хотел бы дать вам один хороший совет Мистер Кингсли Будьте правдивы перед судом Моя память, сэр Вы видите, у меня на голове рубец Вижу Штыковой удар Нет Нет, это несчастный случай Автомобильная катастрофа Когда я еще был мальчиком И когда мне было 15 лет? Да-да, вам было 15 лет Где же вы тогда жили? В Коннектикуте, сэр Да, верно Но Коннектикут ведь на севере? Конечно, сэр На севере Да, в географии вы, кажется, разбираетесь Тогда вы знаете так же, где, например, лежит озеро Тенниси? На юге, сэр А Алабама? А Алабама? Тоже там, внизу, сэр Тоже там, внизу, совершенно верно Следовательно, автомобильная катастрофа Произошла там, внизу, в Алабаме В Коннектикуте, сэр Пусть будет в Коннектикуте Господин защитник Обвинение не может понять Что общего между этой автомобильной катастрофой В которую 30 лет назад попал свидетель И делом в Вилли Далда Обвиняемого в убийстве Свидетель производит так же впечатление слабоумного Мы должны отказаться от его показаний Защита возражает В конце концов, мой доверенный имеет право Возражение принято Пожалуйста, господин защитник, продолжайте Итак, мистер Кингсли От ваших показаний Во многом зависит судьба обвиняемого Этого вы не можете не знать Мистер Кингсли Отвечайте Отвечайте Я уже сказал, Ваша честь Про свое ранение в голову И о том, что мне нельзя так долго отлучаться с работы А я вам объяснил Ваш шеф не имеет права Продолжайте, господин защитник Вы работаете заправщиком? Да, сэр На 42-й улице Давно? Около шести лет Ваше ранение дает о себе часто знать? О да, часто Головокружение Головная боль А чем вы лечитесь? Покой 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 это самое лучшее Иногда бывает так плохо, что шеф говорит Джим Иди домой Отдохни Несколько часов Значит, он вам разрешает Но вы только что утверждали обратное Вы говорили, что хозяин прогонит вас с работы Если вы отлучитесь на несколько часов Чтобы дать в суде свои показания К чему это представление? Мистер Кингсли Я снова требую отказаться от показаний данного свидетеля Возражаю Заседание прерывается на час Пусть свидетель поразмыслит Мистер Кингсли Прошу вас Следуйте за мной Я не понимаю, зачем это, сэр Садитесь Выпьем Спасибо, сэр Да, спасибо Нет, спасибо В эту жиру Виски содовые лучше всего Пожалуйста Я надеюсь, что, по крайней мере, здесь Вы объясните ваше поведение, мистер Кингсли Или мне лучше называть вас Мистер Паттерсон Паттерсон? Почему вы прячетесь от меня, Хайвуд Паттерсон? Сэр, вы спутали меня с кем-нибудь Спутал? Но почему такой страх вас обуял в зале заседания? Мне нечего было бояться А почему заколебались, когда я спросил об Алабаме? Я пытался представить себе географическую карту Это надувательство, шеф Ну, я же сказал Этот рубец, этот знак, который никак не спутаешь Автомобильная катастрофа Штыковой удар Это было в Алабаме, там помощник шерифа нанес вам штыковой удар в голову Много найдется мужчин моего возраста С такими же рубцами, сэр Откуда вы знаете этого Вилли Дауда, который обвиняется в убийстве? Никогда его раньше не видел Ну, тогда вам повезло Что вы хотите этим сказать? Кого не знаешь, того легче отправить на казнь Почему вы говорите, это мне? Вы же понимаете, что этот человек невиновен Он надеется на вас Я не могу ему помочь Но от ваших показаний зависит его жизнь Я не могу Ну, хорошо, оставим это Ужасная жара Еще глоток Спасибо Нельзя ли мне теперь же уйти, сэр? Да, от виски еще больше потише Мозги разжижаются, как асфальт на улице Нужно было бы прервать заседание Отправиться по домам Ну, кроме обвиняемого, разумеется И зачем назначают на такие дни слушание дела? Правда, здесь на севере это еще ничего Надо было бы побывать на таком судебном заседании на юге в это время Я вспоминаю один такой процесс Он продолжался много недель Все сидели без пиджаков Заседатели, прокуроры Я защитник Я тогда был на 30 лет моложе Но все же жара меня мучила Да, это было на процессе в Скоттсбору Вы слышали об этом? Я никогда не был в Алабаме Разве я говорил об Алабаме? Ну, слышать вы, конечно, слышали о нем О Скоттсбору Говорила вся Америка Ферма, на которой я тогда работал, лежала далеко от людных мест Тогда? Когда? Я хотел сказать... Да, вам тогда было всего 15 лет, почти мальчик Такого же возраста Были 9 мальчиков, которые очутились на скамье подсудимых в Скоттсбору 9 негритянских мальчиков Их обвинили в изнасиловании двух белых девушек И молниеносно приговорили к смерти на электрическом стуле Вы ведь знаете, что такой поступок карается на юге смертным приговором? Да, мы знаем это, господин защитник Но исполнение приговора не состоялось, мистер Кингсли Не понимаю Сейчас поймете Губернатора засыпали телеграммами Требовали отсрочить исполнение приговора Особенно одна телеграмма возымела действие От Международной организации защиты рабочих Но какое это имеет ко мне отношение? Прямое, мистер Кингсли, прямое Но... Наберитесь с терпением и дослушайте до конца На второй процесс поехал новый адвокат Его командировала в Скоттсборо Коммунистической партии Этим адвокатом был я Мне пришлось выступать в защиту Паттерсона и восьми других Паттерсона? Да, Паттерсон считался вожаком этих восьми ребят Но почему мне все это пришло в голову? Наверное, жара так действует Никогда не беседуйте со старым человеком, мистер Кингсли Старые адвокаты становятся особенно болтливы Когда вспоминают об успешно выигранных процессах И все-таки мне нужно сейчас Очень нужно для вас восстановить всю картину допроса Которому я подверг эту Викторию Прайс Виктория Прайс Да, Виктория Прайс Другая девица впоследствии опровергла Это лживое обвинение А вот Виктория Прайс Мисс Прайс Через несколько часов после вашего так называемого изнасилования А возражаю? Я возражаю Этой формулировкой господин защитник пытается создать впечатление Будто гнусные преступления не доказаны Возражение принято Слово так называемое из протокола вычеркнуть Мистер Гарнетт, продолжайте Мисс Прайс Через несколько часов после вашего переживания Вас осмотрел врач Ну да, ясно Теперь я зачитаю несколько интересных фраз Из протокола медицинской экспертизы Вот что пишут врачи Хотя Виктория Прайс якобы активно защищалась Мы не нашли на ней никаких следов телесных повреждений Никаких физических признаков насилия Как вы это объясните, мисс Прайс? Об этом вы должны спросить у этих негритянских мальчиков Как они сделали так, что ничего не видно? Вы сказали, что это произошло до обеда? Да, около одиннадцати часов утра А этой ночью вы были, может быть, с мужчиной? Послушайте, каждый в зале знает, что я порядочная девушка Ах, значит, это неверно, что вы уже два раза имели судимость за бродяжничество Я возражаю То, что было со свидетницей раньше, нас не интересует Возражение принято Пожалуйста, не задавайте впредь таких вопросов, мистер Гарнет Ну, тогда я ее спрошу Судилась ли свидетельница из-за нарушения супружеской верности? Господин генеральный прокурор Господин генеральный прокурор Ну, вы же обещали меня защитить Вот как? Вам генеральный прокурор это действительно обещал? Отвечайте! Я не знаю Я думала, что я это так поняла Но, в конце концов, я же должна была ожидать, что... Высокий суд Я констатирую, что господин генеральный прокурор Превысил этим свои полномочия А я констатирую, что вы снова действуете вопреки требованиям суда Если это еще раз повторится Я вынужден буду лишить вас слова Сосканте ее, замолчайте, дружок чертовозы Пусть отправляется обратно в нее Продолжайте, мистер Гарнет Прежде чем задать свидетельнице следующий вопрос Я хотел бы зачитать из протокола полицейского допроса Одно предложение На вопрос, где потерпевшая села в товарный пояс В котором, как она говорит, с ней произошло это несчастье Она ответила В чатануги А далее и написано А где вы провели предыдущую ночь? Ответ В убежище для безбилетных пассажиров Около чатануги Эта запись в протоколе основывается на недоразумении Мне очень хотелось бы, чтобы свидетельница это сама подтвердила Ну, ясно Я ночевала тогда в гостинице В чатануги? Да, недалеко от вокзала В маленьком пансионате на седьмой улице А в каком именно пансионате? Он принадлежал одной Одной Ну, я забыла имя Не принадлежал ли он миссис Колли Бротчи? А откуда вы это знаете? Из протокола первого слушания дела Да, пансионат принадлежит миссис Колли Бротчи А вы не ошибаетесь? Да что вы, миссис Колли Бротчи, конечно Теперь я вспомнила Благодарю, мисс Прайс Еще один вопрос Знаете ли вы человека по имени Лестер Картер? Лестер Картер? Минуточку, я думаю Я когда-то знала одного, которого так звали Вы не точно выражаетесь, мисс Прайс Почему? Вы могли бы спокойно сказать, что вы познакомились с ним в тюрьме Этот вопрос вычеркнуть из протокола, мистер Гарнетт Я сформулирую свой вопрос иначе Как долго вы были вместе с бродягой Лестером Картер? Не помню Вы действительно не помните? Нет Но я знаю человека, который помнит это точно А именно Сам Лестер Картер Ваша честь, мне удалось разыскать Лестера Картера Я не хочу теперь говорить о трудах, которые стоили защиты, чтобы найти этого человека Но Лестер Картер ждет Он готов дать показания Господин генеральный прокурор Господин генеральный прокурор Я прошу суд заслушать Лестера Картера Если свидетель уже здесь, мы его заслушаем Пусть войдет Свидетель Лестер Картер Встаньте на свидетельское место Вы Лестер Картер? Да Ваша профессия? Самые различные То есть теперь-то никакой Мистер Картер Вы знаете мисс Викторию Прайс? Конечно Сидел вместе с ней в Кутузке в Хантовилле Оттуда вместе и вышли Когда вы видели ее последний раз? Да утром того дня, когда все это, как говорят, приключилось в товарном поезде Мы расстались с ней Виктория поехала дальше в одном направлении, я в другом Вы сказали утром Значит ли это, что вы предыдущую ночь провели вместе? Да, мы спали вместе в укромном местечке для безбилетных пассажиров От купли, продажная душа, заткните им углом Господин генеральный прокурор Господин генеральный прокурор не может вам в этом помочь, мисс Прайс Теперь я веду допрос А этот человек лжет? Я никогда не сидела в тюрьме, никогда не была с ним ни в каком укромном местечке Может быть спросить Лестера Картера, не готов ли он повторить свои показания под присягой? Я возражаю, этот свидетель более чем ненадежный Не скажет ли мне мой достопочтенный коллега, почему? Он бродяга, а все бродяги лгут Ах, все бродяги лгут Ну что ж, запомним это А теперь я хотел бы знать, что такое бродяга Мистер Картер, как вам кажется, по каким признакам можно узнать бродягу? Ну, это человек, не имеющий постоянного жилья Бродит, ездит по стране Ага, ездит, на чем? На поезде А если у него нет денег? Тогда без билета на товарном Как, например, Виктория Прайс? Да Ты негодяй, сволочь проклятый Помолчи-ка Думаешь, я не знаю, что за эту историю тебе заплатят? Что ты получаешь за каждый день, как свидетель, три доллара За все время, пока продолжается процесс И что ты... Ах, а ты... Я лишаю вас слова Ваша честь Мы не должны больше терпеть, чтобы этот бродяга Поносил молодую почтенную даму Я думаю, что здесь суд должен защитить мисс Прайс Ваша честь, тогда я отказываюсь от дальнейшего опроса Лестера Картера Вы отказываетесь? У меня только последний вопрос к мисс Прайс Когда вы ездите так по стране, читаете вы иногда газету? Вы думаете, что я не умею читать? Вы читаете газету с начала и до конца? Ерунда, я читаю то, что меня интересует Например? Анекдоты, истории с картинками и тому подобное Истории с картинками, так Вы читали также иногда и Saturday Evening Post? То, что попадается мне под руку, и зачем вам это знать? Потому что я хотел бы вам охотно помочь Вы мне? Конечно Вы раньше прилагали столько усилий, чтобы вспомнить имя хозяйки пансионата У которой вы якобы жили в ту ночь, но перед этим происшествием Теперь я могу вам сказать, кто такая Колли Броч Она живет не у вокзала в Чатануги Такая дама там вообще никогда не жила Ее в природе не существует Она проживает на страницах газеты Saturday Evening Post Так как она героиня художника Октава Роу Из одной истории с картинками Спасибо, мисс Прайс У меня больше вопросов нет Интересная история, господин адвокат Но почему вы мне ее рассказываете? Вы достаточно умны, чтобы понять почему Нет, я не хочу об этом ничего знать Тогда, значит, вы никогда не были в шкуре обвиняемого Из-за цвета моей кожи я постоянно нахожусь на положении обвиняемого Но если бы здесь сидел Хайвуд Паттерсон, а не Джим Кингсли Тот знал бы, что означает свидетель защиты для невинно обреченного насмерть Я тогда стоял рядом и видел, что происходило с ним, когда я напустил Лестера Картера На обвинителя и присяжных заседателей А какую пользу ему принесли эти показания? Была доказана его невиновность Невиновность? Невиновность Разве его поэтому освободили? Конечно Ложь Он был снова приговорен к смерти Как и в первый раз И остальные восемь тоже Но мы добились нового процесса Который окончился третьим приговором к смерти Вы вдруг начинаете все хорошо вспоминать, мистер Кингсли Простите, только очень смутно Теперь, когда вы об этом рассказали Слишком смутно А то вы знали бы так же и то, что мы добились в конце концов освобождения Хайвуду Паттерсона Вы? Да, мы, Хайвуд Не я один, нет Долго длилась эта борьба Годы Не шуточное дело выступит против самой системы судебного производства А это была славная страница в истории нашего рабочего движения Так вот, Хайвуд Так обстояло дело Но что вы можете об этом знать? О юге там внизу Ведь вы никогда там не были Для этого не нужно быть там внизу, сэр Все знают о линчевании Горящих крестах О, жаркая ночь в Алабаме Это жуткая песня, сэр Я знаю, достаточно белой девке показать на негра И закричать Он хотел меня изнасиловать Как негра посадят на электрический стул Ей не требуется даже доказательств Ведь все белые говорят правду А все негры лгут О, вы заговорили уже по-другому, Хайвуд Это хорошо Да, а тогда Как нам надо было, чтобы кто-нибудь набрался мужества И разоблачил эту девку как лгунью И нам легче было бы доказать, что власти штата Решили устроить самое настоящее линчевание под прикрытием закона Ну, а дальше А дальше что было, сэр? Вы вели четвертый процесс Четыре раза вы называли уличную девку лгуней А правда где? Что вы изменили? Если бы Паттерсон не бежал после четвертого приговора Его давно бы не было в живых Да Да, черт возьми Я Хайвуд Паттерсон Который никому не обязан своей свободой, только самому себе Я вас сразу узнал, как только вы вошли в зал заседания Я это заметил Но вы оказались твердым, как скала Непоколебимым, как и тогда Ну, выпьем еще за нашу встречу Вы хотите меня опоить? Ну, Паттерсон А поить то виски, то словами Вот какого вы обо мне мнения А я частенько вспоминал вас, Хайвуд, за эти годы Итак, за ваше здоровье Спасибо, сэр Хорошо, что мы встретились Загляните к нам Моя жена будет рада Если у меня найдется время Поскольку против меня ничего нет, я хотел бы, господин защитник, уйти Будьте здоровы Стойте, стойте, посидите же Я попросил принести нам обед сюда, здесь поспокойнее Зачем вы это устраиваете Затем, Хайвуд, чтобы вы пришли в себя А потом дали бы показания Нет Нет, этого я не сделаю В зал суда я больше не пойду Заверяю вас, вам нечего опасаться, Хайвуд Не называйте меня Хайвудом Паттерсона больше нет Есть только Джим Кингсли У него есть работа Жена Дети И он хочет остаток своей жизни провести спокойно В мире Но никто не узнает, кто вы в действительности Это я вам обещаю Я знаю все эти трюки И я не хочу снова попасть в эти жернова Оставьте меня, наконец, в покое Дайте мне уйти Да? А, обед Спасибо, Стефанс Садитесь же, мистер Кингсли Стефанс, спасибо Хайвуд, эта жареная телятина выглядит очень нежной Но при всем желании я не могу одолеть вашей порции О, наконец-то Но я не вернусь в зал заседания Не будем больше говорить об этом Приятного аппетита Спасибо Вы не знаете, что стало с остальными в семью? Ни малейшего представления не имеем, сэр У вас нет никакой связи с ними? Никогда и не было Но вы же так много вместе пережили Хорошая идея, сэр Нам, девятинеграм и вам, одному белому Создать общество С вами в качестве почетного председателя Общество, которое будет собираться и обмениваться воспоминаниями Я, например, мог бы представить, как судья выносит мне приговор Хайвуд Паттерсон Суд присяжных нашел вас виновным в покушении на честь белой женщины Палач пропустит через ваше тело электрический ток сильного напряжения Пока не наступит смерть Да смилуется Бог над вашей душой Хайвуд Но мистер Гарнетт воскликнул И над вашей так же Да, вы здорово испугали судью Он побледнел А можно вспомнить бранные речи прокурора Который начинал всегда с религиозной песни Господь, да помилует наши души Хайвуд, что это все значит? Воспоминания, сэр А о чем-то более важном Вы не могли сейчас подумать? Страх за жизнь Что же было для нас более важным? Конечно Но сегодня вы, наверное, понимаете, что этот процесс Имел так же и другую сторону Определенное историческое значение Вспомните выбор заседателей Вы имеете в виду вашу торговлю Из-за присяжных, которая длилась неделю? Что я делал? Торговался? Значит, вы не поняли, Паттерсон Что мне тогда было нужно? Продолжаем обсуждать список присяжных заседателей Кандидат номер 96 Вакса Мортон Тридцати четырех лет фермер Вопросы к кандидату, господин генеральный прокурор, есть? Вопросов нет У вас, мистер Гарнетт? Да, Ваша честь Мистер Мортон Вы христианин? Да, я регулярно хожу в церковь Значит, вы признаете слова из Библии Перед лицом Бога Все люди равны Если так сказано в Библии Тогда вы можете быть беспристрастны к обвиняемому Паттерсону Само собой разумеется Этим неграм надо показать, что им нельзя безнаказанно посягать на наших жен и дочерей Кандидат номер 96 Из-за расовых предубеждений отклоняется защитой Кандидат номер 97 Вильям Оффлагерти 52 лет, владелец магазина Мистер Гарнетт Вы отклонили уже без всякого основания почти 100 кандидатов Я обосновал мои отклонения Кандидаты имеют расовые предубеждения Мистер Гарнетт, если вы будете продолжать в том же духе То и через 4 недели скамья присяжных будет пуста Даже если это будет продолжаться 10 недель Я пользуюсь данным мне правом отклонять пристрастных присяжных Спокойно! Однако я был бы немедленно готов закончить список присяжных Если бы я нашел в этом списке имена нескольких цветных граждан Господин генеральный прокурор, прошу Я хотел бы в этой связи прочитать господину защитнику маленькую лекцию об обычае Халабамы Мистер Гарнетт, да будет вам известно, что только белый обладает здравым суждением Что и гарантирует справедливое ведение дела Это старые опыты и мы его придерживаемся Тогда я вам заявляю, чего я придерживаюсь Конституции Алабамы Присяжными могут быть все граждане страны мужского пола Которые разумны, честны и обладают незапятнанной репутацией Я спрашиваю, Высокий суд Этот раздел Конституции Алабамы вам известен? Господину защитнику не надо знакомить нас с нашей собственной Конституцией Тогда я спрашиваю дальше Разве нет в Алабаме честных, обладающих здравым рассудком людей Которые в то же время имеют темную кожу Мои господа, не предполагаете ли вы спасти справедливость шумом и террором? Нам puede котреб 같아 Кいた Именно так и было Отношение к нам становилось все более и более враждебным Вместо того, чтобы нас защищать, вы со своими речами восстанавливали людей против нас. Вам надо было бы понять, что ваша жизнь зависела только от присяжных. Вот именно. И что поэтому у нас был единственный шанс найти присяжных, не обладавших расистскими предрассудками. В Алабаме? Конечно, вы хотели сделать доброе дело, но это было бессмысленно. Но, Хайвуд, это был вопрос стратегии, вы понимаете? Очень жаль, что этой стратегии я обязан дыркой в своем черепе. Да, помощник шерифа здорово тогда вас покалечил, но ведь вы пошли на него с ножом. Нож был моей единственной надеждой. Безумный и бессмысленный. Нет, нет. Нож в руке и прочесть тюрьмы. Вырваться из этого каменного мешка и из рук, которые хватают тебя за глотку. Ваша первая попытка к бегству была для защиты тяжелым ударом, а для прокурора блестящей находкой. Вы не можете этого понять. Вы белый и принадлежите, в конце концов, к другим. Что за чепуха? Может, вы думаете, что эти другие, которые жаждали вашей смерти, щадили меня или мою жену? Субтитры создавал DimaTorzok Джон, лучше бы ты отошла от окна. Я должна смотреть вниз, как на зверя, который приготовился к прыжку. Если они увидят, почувствуют, что мы их боимся, прячемся от них. Отойди от окна. Боже, чем это кончится? Спокойно, спокойно. Миссис Гарнетт, право, не волнуйтесь. Я поставил внизу пять полицейских у входа в гостиницу. Они вполне надежные. И как долго, господин генеральный прокурор, эти пятеро смогут держать крепость? Мне очень жаль, миссис Гарнетт, но я не виновен в создавшейся ситуации. Может быть, мой муж виновен в этом? Его можно отчасти упрекнуть в этом. Он должен был бы более тщательно выбирать свои слова. Мы на юге, мы должны считаться чувством южа. Мне не раз приходилось уже встречаться с чувствительными убийцами, мистер Найт. Дорогой Сэм, не поговорить ли нам здесь как настоящим джентльменам? О, да, вы хотите придать этому варварскому процессу спортивную ноту, как на ринге. Хватай, как можешь, а затем рукопожатие. Нет, мистер Найт, здесь это невозможно. Я вас просто не понимаю. Такой интеллигентный человек, как вы, который пользуется успехом, хорошо зарабатывает и вдруг рискует своим престижем, своей жизнью из-за кучки черномазов. Я прекрасно понимаю, мистер Найт, что это необычный процесс. Здесь я защищаю не просто несколько бедных негритянских юношей. Здесь я защищаю гражданские права. Я не знаю, хватит ли у меня сил, но я доведу этот процесс до конца. Но ведь вы же тогда удрали. Удрал? Я не понимаю, о чём вы говорите. Извините, что я так расценил это. После второго процесса, после второго приговора к смерти, моя рана на голове гноилась. В тёмной камере я почти ослеп. Был близок к сумасшествию. Я хотел с вами поговорить, чтобы укрепить свою надежду. Но вас не было. Уехал, сказал мне надзиратель. А на какие деньги я мог жить? Между процессами в Алабаме я возвращался в Нью-Йорк, чтобы заработать деньги. Нет-нет, вам не надо извиняться. О том, что вы тогда тоже выдохлись, я не подумал, сидя в своей камере. Не упрекать же мне вас за то, что вы устроили себе передышку. Вы же свободный человек. Да и какое всё это имеет значение теперь? Прошло уже 30 лет. Мы поговорили. Теперь я могу уйти? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Господин судья, в нашем распоряжении осталось ещё 20 минут. Хайвуд! Хайвуд! Простите, господин судья. Хайвуд! Сэр, вот этот человек. Вы можете идти, Стефенс. Хорошо, сэр. Садитесь. Сядьте. Да, я должен был об этом подумать. Я не просил его, произошло недоразумение. Вы убаюкали меня своими сладкими речами. Вы хуже полицейского. Кто-то, по крайней мере, открыто держит в руках дубинку. Бегство. Выходит, это единственное, на что вы способны. Сегодня, как и тогда. Вместо того, чтобы доверять мне. Доверять? Да, этому меня учили в течение всей моей жизни. И теперь опять. Да, мне можно доверять Хайвуд Паттерсон. Я был одним из тех, кто спасал вас. Для кого это стало делом не только национального, но и международного значения. Я говорил вам уже, Паттерсон, что коммунистическая партия взяла в свои руки дело вашего освобождения. А потом всё развернулось шире. Был создан Комитет защиты юношей из Котсбора. И не один, а по всей стране. Из-за вас я дошёл до Верховного суда в Вашингтоне. Маленький адвокат обвиняет целое государство в нарушении Конституции и подделке документов. Этого вы, вероятно, не знаете. Они позднее тихонько внесли в список заседателей несколько имён негров, чтобы опровергнуть мою жалобу. Я доказал во всяком случае, что в Алабаме систематически подрывается демократия. Я привёз тогда распоряжение от Верховного суда допустить цветных в заседатели. А сколько их было отвергнуто? Это не столь важно. Важно другое. На четвёртом процессе против Хайвуда Паттерсона впервые в списке заседателей было 12 негров. Исторический факт. Да, но генеральный прокурор отклонял одного за другим Ваших присяжных. И меня опять фактически судили только белые. Ничего не изменилось. И если бы я тогда не удрал... Освободитесь же, наконец, от своего заблуждения, Хайвуд. И на 10 миль Вы не убежали бы, как осуждённый пожизненно. Тысячи полицейских послали бы за Вами. Да, то, что Вас не преследовали... Меня не преследовали? Это потому, что мы ещё раньше выиграли битву. Если Вы этого желаете, господин генеральный прокурор, садитесь. Коньяк. Спасибо. Как поживает Ваша жена? Она принесёт сейчас кофе. Я долго колебался, прежде чем зайти к Вам. Но мы всегда, на мой взгляд, понимали друг друга, когда встречались за пределами зала заседания. Не правда ли? Вы так считаете? Мистер Гарнетт, сегодня я пришёл к Вам с предложением. Одну секунду. Этот процесс стоит налогоплательщикам Алабамы кучу денег. Некоторые начинают роптать, что это безобразие. А другие считают, что это фашизм. Да. Нужно искать выход. Ага. Под этим я понимаю также решение, которое бы Вас удовлетворило и сохранило бы наш престиж. А как выглядело бы, по Вашему мнению, это решение? Я прекратил бы против большинства обвиняемых дело и освободил бы их. Против большинства? А остальные? Двоих или троих нам пришлось бы признать виновными. И это Вы называете справедливостью? Я сказал, что правосудие должно сохранить свой престиж. За счёт человеческих жизней? Мы не вынесли бы смертный приговор. Этого мы и так добьёмся. Сэм. Подойдите, пожалуйста, к окну. Вы видите, там внизу на углу полицейский участок. Каждому дежурному приходится в день обрабатывать десяток показаний. Но за свою многолетнюю службу они научились отличать, лжёт доносчик или нет. Для чего вы мне это? Если бы Виктория Прайс и та другая девушка рассказали этому служащему то, что они рассказывали вам, сержант за несколько минут понял бы, что они лгут, и выгнал бы их. А Вы на протяжении пяти лет не можете разобраться в этом, мистер Нейт. На Ваше предложение я не согласен. Значит, так обстояли дела? Да, так. Настоящий закулисный торг. Закулисный торг для них, а для нас полный успех. Движение протеста прошло по всему миру. Даже один из банков Нью-Йорка отказал Алабаме в кредите в миллион долларов. Губернатор штата сдался и решил прекратить дело. Всех восьмерых выпустили на свободу. Правда, не сразу, но всё же выпустили. Поэтому-то, Паттерсон, за вами и не послали ни одного полицейского. Теперь я понимаю, почему вы гордитесь этим. Что значит гордитесь? Вы все были освобождены, это главное. Освобождены. Для чего? Вы остались в живых. А наше право? Были ли наши мучители привлечены к суду? Вы многого захотели, Хайвуд Паттерсон. Вы забыли, где вы живёте. В мире, который многие из вас считают справедливым. Когда это я считал его справедливым? Чтобы он стал таким, нужно бороться. Этого можете добиться вы, Джим Кингсли, или Хайвуд Паттерсон в прошлом. Я? Да. Если не будете стоять в стороне. А теперь отпустите полицейского, я должен уйти. За дверью никого нет. Значит, я могу идти? Я тогда не поблагодарил вас. Я это делаю сейчас. Будьте здоровы. Стой! Я так и знал. Стефанс, я же давно отпустил вас. Сэр, я думал... Не задерживайте этого человека. Благодарю вас, мистер Гарнетт. Подумайте, мистер Кингсли, о чём я с вами говорил. Я в этой игре не буду участвовать. Нет. Тогда вами будут играть Джим Кингсли, как шахматной пешкой. Нужно опрокинуть стол, на котором ведётся эта игра. Вот что нужно, мистер Гарнетт. И это теперь я понял. Ну, ему же ещё нужно дать показания, сэр. Он вернётся, Стэфанс. Обязательно вернётся. Снимите трубку и скажите, что я иду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok